Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Время Оно, исходящую Иисусове от церкви, глагол ему един от ученик его, учителю, вишь, каково каменье и какова здание. И отвечав Иисусу речи ему, видишь ли сия велико здание, не имать остатись, где камень на камени, и же не разориться. И сидящий ему на горе Елеонстии прямо церкви, вопрошах у его единого, Петр и Иаков и Иоанн и Андрей. Рцы нам, когда сия будут, и кое будет знамение, игда имд вся сия скончатесе. Иисус же отвечав им, начат глаголати, блюдитеся, да никто вас прельстит. Мнозибо придут во имя мое глаголюще, яка аз есим, и многие прельстят. Игда же услышите брани, и слышание брани, не ужасайтеся, подобает бобытие, но не у кончина. Восстанет боезык на язык, и царство на царство, и будут труси по местам, и будут глади и мятежи. Начало болезнем сия. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Илеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами слышим евангельский отрывок, в котором Господь наш Иисус Христос пророчествует о разрушении Иерусалимского храма. Храм, построенный премудрым Соломоном, был перестроен и расширен Иродом Великим. Строительство началось в 20-х-19-х годах до Рождества Христова, и в эпоху Христа не было еще полностью закончено. При постройке не стали сносить вершину горы, а устроили нечто вроде огромной платформы, воздвигнув стены массивной кладки, на которые была уложена платформа. К сожалению, после разрушения Иерусалима осталась только одна из опорных стен платформы перед храмом, которую иудеи называют «стеной плача». Интересное описание храма мы встречаем у историка Иосифа Флавия. Фасад храма и его переднюю стену, наверное, нельзя было украсить еще чем-нибудь, чтобы еще больше поражал обзор. Храм был сплошь покрыт тяжелыми золотыми листами, и с первыми лучами солнца он сиял огненным блеском и заставлял людей, силившихся смотреть на него, отводить глаза, как от лучей самого солнца. Но для тех, кто видел его впервые издали, он казался как бы снежной вершиной, потому что те его части, что не были покрыты золотыми листами, были ослепительно белыми. Это сияние и блеск произвели на учеников сильное впечатление. Храм казался вершиной человеческих достижений и искусства. Он был столь огромным и крепким, что, казалось, простоит вечно. Но Господь сделал предказание о том дне, когда от него не останется ни следа. «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Слушая это пророчество Иисуса Христа, апостолы Петр, Иаков, Иоанн и Андрей дерзнули спросить своего учителя. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Как отмечает Александр Павлович Лопухин, апостолы без сомнения сливали в своем представлении разрушение храма с концом мира и открытием славного Царства Божия. Поэтому-то они и говорят «все сие», значит, в первом вопросе речь идет о времени наступления конца, во втором – о признаке, по которому можно ждать этот конец. «Господь говорит своим ученикам о событиях, которые будут предшествовать времени разрушения храма. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». В этих словах Спаситель указал на лжемессии, людей, которые провозгласили себя освободителями еврейского народа. Это произошло в период с 66 по 70-е годы, когда страну терзали восстания против римской власти. Различные партии зелотов, то есть ревнители иудейской веры, захватывали власть в Иерусалиме и в Иудее, а их предводители, для утверждения своего авторитета, провозглашали себя мессиями. Именно восстание против Рима и привело к разрушению легионерами мятежного города. Но Господь предупреждает, что разрушение Иерусалима и храма Божия не будет концом мира. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения, это начало болезней». Этими словами Господь хотел донести до учеников, что разрушение Иерусалима и храма Божия не будет еще концом мира, что будут еще различные тяжбы и войны среди людей, которые настолько осквернят землю, что сама природа будет истреблять грешников. А далее добавляет, что это начало болезней, бедствий, которые обрушатся и на его учеников от тех, кто предаст своего Бога. Для нас, дорогие братья и сестры, это пророчество Христа является важным напоминанием того, как жизнь во грехе и вражде против Бога может привести не только конкретных людей, но и весь народ к гибели. Только стремление каждого из нас к искренней любви к Богу, смирение и доверие Господу обязательно принесут на землю мир и благоденствие. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok